Теорема Де Брюн Доказ в 1946 году 9 главе книжки Хоулу Комбинаторика Такая замечательная книжка Она, между прочим, нисколько не устаренная Хоулу Комбинаторика Чем она замечательна? В ней довольно хорошо рассказаны довольно трудные темы Чем она плоха? Тем, что в ней большая часть книжки посвящена тяжелым вопросам а именно блок-схемам матрицам Адамара, латинским квадратам То есть, это такие очень специальные штуки С другой стороны, вдруг выясняется, что для этих специальных штук есть огромная теория Так вот, там есть 9 глава которая посвящена одному вопросу последовательности Дебриоина В 1946 году Он сумел узнать точное количество последовательностей которые теперь носят его имя Быстро я сейчас приведу пример последовательностей Дебриоина для 1 2 3 и все так Итак, если n равно 1 то все легко Просто 0 и 1 Надо представлять те, что эти числа есть Если n это 2 то смотрите по кругу пишем 0 0 1 1 1 1 1 Зачем замечание на последовательности? Если двигаться по часовой стрелке и начать отсюда 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 И как согласно с издательной будет 0 0 2 А вот после этого У вас пойдет единство и без этого не понятно потому что тренинг не должен и непонятно что писать дальше Так вот оказывается таких последовательств ровно 2 И для того, чтобы это узнать, ну а на самом деле для того, чтобы научиться решать эту задачу для любого n, а не только для тройки, давайте я расскажу, что такое граф d' и соответственно цикл в этом графе. Граф d' для двойки состоит всего лишь из двух вершин, а именно из вершины повеченной нолика вершин повеченной единицы. Из нуля выходит стрелочка ноль, из единицы выходит стрелочка единицы, причем это стрелка повеченной единицей, это стрелка повеченной ноликой, здесь выходит стрелка повеченной единицей, здесь повеченная стрелка ноликой. Не в ту сторону. Да, конечно. Спасибо. А здесь стрелка поменьше. Давайте объясним, что это такое. Смотрите. Что такое 0,0? Это я вышел из нуля по 0,8. Что такое 0,1? Вышел из нуля по 1,1. Что такое 1,1? Вышел из единицы по 1,1. Вышел из единицы по 0,3,1. Идея такая. А зачем нужно делать следы? Чтобы рисовать не 4 вершины, а только 2. Вы же должны, вот смотрите, когда вы идете, у вас были 3,0, а после этого у вас идет 0,0,1. Каким образом это нарисовать на картинке? Вот такое грабли бревина для случаев н. Вот смотрите. Вы выходите из 0,0 и идете в нулевой стрелке. Это рисуется вот так. Дальше. Идете из 0,0 по первой стрелке. И приходите вы в 0,1. Что это рисуется? Хорошо. Дальше. Берем вот эту вершину. Из 0,1 можно пойти либо по нулю вот сюда, либо по единице сюда. Хорошо. Из этой вершины выходит 2 стрелки. Из этой выходило тоже 2 стрелки сюда и сюда. Из любой вершины она выходит 2 стрелки. Отсюда можно приписать единицу. Это вот так. А можно приписать нолик. Тогда мы пойдем сюда. Из любой стрелки, номер, который мы пишем, это последняя цифра того обозначения, в которое мы приходим. Конечно. Конечно. Мы же переходим вот от... Где такая была цифра. Потом идет то, что мы приписали. Или ноль, или один. А вот такие цифры получились. Понятно, да? Отсюда из последней. Либо по нулю идти в 0,0. Или приписать единицу и, соответственно, попасть вот сюда вот в 0,1. Вот он, как говорит. Почему 0,1? 1,1. Почему? Приписали. 0,1, да. 0,1, да. 0,1, да. Вот он говорит. Мы должны найти цикл. Ребята, когда н равно 2, то вообще тут единственный цикл. Потому что мы идем туда, потом перешли сюда, прошли переследить. Единственный цикл. Количество циклов равно единице. Здесь хуже. Давайте поймем, сколько здесь, собственно говоря, этих самых циклов. Ну, начинать не так важно с чего. Поэтому давайте, например, начинаем вот с этого, да? 0,0,0. Что это означает? Это означает, что до этого тоже приписывали 0. Причем, на самом деле, два раза. Вот, посмотрите. Чтобы эти два 0 объявились, надо было приписать этот 0 обязательно. Так. Вот. А дальше либо сюда, либо сюда. На предложение. Давайте я нарисую эти картинки два раза. Один раз я рисую, когда нет вот этой петли, нет этого и нет вот этого. Интересно, что это будет такое. Это будет единичка 0,1. Это будет вот так вот. Ну, на самом деле, можно было бы, конечно, ничего не рисовать. Но, на самом деле, вы, наверное, ее даже понимаете. Вот. Но, Влад, потому что 1,0. Здесь вот такая стрелка. И здесь такая стрелка. И такая. Ну, там 1. Надеюсь, наверное. А? Там 0 или 2. Нет, потому что я стрелку, например, поставил. Здесь стрелка вот сюда. Вот сюда стоит. Видите? Вот, посмотрите. Вот это стерли, это стерли. И сейчас мы начинаем отсюда. Это один вариант. Так. Интересно, этот вариант почему соответствует? Надо идти сюда. Потом что делать? Ну, очевидно, вниз. Сюда. И там единственная цифра. И сюда. Правильно? И потом сюда. А, так это я вам сейчас выписать. Итак, это 1. 1. Дальше. Здесь у меня что было? 1. 1, 1. Дальше опять. 1. Хорошо. Дальше. Здесь что было? Здесь было 0. 0, 1. 0, 1. 0, 1. 0, 1. Господа, проверьте. Это последовательность. Это последовательность W или n. 3 0, 0, 1. 0, 1, 1. 3 единицы. 1, 1, 0. 1, 0, 1. 1, 0, 1. Вот. Все. С этой картинкой я справился. Теперь нужно справиться с другой картинкой. Когда я не этот 0 выбираю, а вот этот. Она выглядит так. Здесь у меня единица. 1, 0, 1, 1. Здесь остается вот этот 0, не возвращающий единица. Здесь вот это вот сюда. 1, 0 это вершина. Вот это. Здесь у нас. Так. Я думаю, что это не убрать, не рисовать. 1, 1. Здесь вот эта петля. Точка 1, 1 и петля единичная. И здесь единичка. Так. Справился? Справился. Теперь что надо делать? Надо идти, пройти вот так и пройти так. Отлично. Единица. 0, 1. Пошел. 0, 0, 0. Единица. 0, 1. 1. 1, 1. 1 и 1. Да. Вам 8 шуток. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отлично. Опять. Очень приятно обратить внимание. Потому что если вот читать так, то получится. Они отличаются просто оси-выси нет. Здесь 3, 0, 1, 0 и 3, 1. Здесь в эту сторону читать. 3, 0, 1, 0, 1. Все. Это фактически одно и то же. Но. Мы идем только по часовой стрелке. Поэтому все-таки считаем, что цикл здесь 2. Ну, а теперь тянем. Для ОН количество последовательности теориона вычисляется по форму 2 в степени 2 в степени n-1. Давайте граф дебрируем Gn в такую формулу мы должны доказать. Т.е. если у нас, повторяю, есть натуральное число n больше единицы, то, ну, в общем, она формально и для единицы верна, потому что надо подставить букву 1 в степени единицы. Так что хорошо. Буква С – это первый курсовый цикл. Количество циклов граф дебрируемая работает. Доказательство будет устроено следующим образом. Во-первых, я объясню, что Gn плюс 1 – это Gn со сгинтой. Я введу сейчас некую операцию на графу и объясню, почему при этой операции из графа Gn получается именно Gn. Во-вторых, я докажу для любых вот этих вот графов со звездочкой некую рекуррентную формулу, с которой все и получится. Итак, что же это за операция на графах? Обратите, пожалуйста, внимание. Все графы, с которыми мы имеем дело, обладают следующим способом. В любой вершине заканчиваются две стрелочки и в любой вершине начинаются тоже ровно две стрелочки. Это всем понятно? Это всем понятно. Потому что приписывать можно либо 0, либо 1. Так вот, это важнейшее слоство, которое у нас будет выполнено. В принципе, не обязательно так, как я сейчас нарисовал. Может быть, что одна из этих стрелок является основным циклом. То есть вот такая петля совершенно разрешена. Дальше. Граф, с которым мы имеем дело, связанный. Ну, это понятно, да? От любой последовательности 0 и 1, приписывая по одной цифре, можно перейти к любой другой. Поэтому граф обязательно связанный. Так вот, в чем совершенно замечательная идея? Когда вы хотите выписывать тройки цифр, то тройка цифр – это две цифры и еще одна. Посмотрите, пожалуйста, на граф, который я здесь нарисовал. Когда вы хотели, то вы шли таким образом. 0,0 и приписывали 0. После этого у вас получалось опять 0,0. Приписывали метод вначале сюда. Но, ребята, если у вас есть какая-то тройка цифр. Ну, давайте, скажем, три цифры. 0,1,0. 0,1,0. Отлично. И представьте себе, что эта тройка по двум цифрам пересекается с еще какой-нибудь. Скажите, пожалуйста, что такое на самом деле две тройки пересекающиеся по двум цифрам? Как это проще сказать? Что такое две тройки, пересекающиеся по двум цифрам? Четырех цифрам? Когда у вас написаны подряд четыре нуля и единицы, то это то же самое, что написано три и пересекающиеся по двум цифрам еще три. Поэтому, смотрите, когда у меня есть любой граф, в котором вершины две сделки выходят и две выходят, то я могу образовать новый граф при помощи следующего правила. Его вершины – это стрелки, то есть ориентированные лёбра предыдущего графа. Итак, правила лучше записать, чтобы все его прочувствовали. Если в графе же из каждой вершины выходят и в каждую входят два ряда, при этом насыщенные петли, то ряда может кончаться в той же вершине, в той же вершине. То в G с звездой рёбра – это, внимание, вот такие вот пары рёбер графа G. Это пары рёбер графа G. А вершины в G с звездой – это в точности рёбра графа G. Вот, давайте попытаемся это понять, потому что это совсем просто. Если нас интересуют не тройки, а четвёрки, то что на самом деле нам интересно? У нового графа вершины – это тройки цифр. Согласны? Но тройка цифр – это же в точности и есть ориентированные лёбра. То есть она начинается вот там в 0,0 и единица. Вот это и есть тройка – 0,01. То есть переход от G к G плюс 1 – это и есть та самая операция до приводки, та самая звездочка. Так, кто не понял? Операция до звездочек. Значит, в новом графе вершины – это рёбра старта. А рёбра – это вот два ребра, где конец первого – это начало старта. Александр Алексеевич, вы можете просто покажите на примере графа, где вершина 0,1? Да, конечно. А как мне я тебе скажу? Сделайте операцию «звёздочка». Сделайте операцию «звёздочка». Коль, вот сделай операцию «звёздочка». Звёздочка от этого экрана. Пронумеруем лёбра. Дим? Так же. Ну, на самом деле это идеологически неправильно. Потому что лучше было бы их нумеровать как раз не так. А нумеровать их надо 0,0. Другой ребру как нумеруют? 0,1. Этой ребру как нумеруют? 1,1. А это как? 1,0. Видите? 1,0. Отлично. Вот это уже правильная нумерация. Теперь, почему это то же самое, что здесь? Вот есть 0,0. Очевидно, что в нём есть эта самая… Петля. Ну, потому что ребро начинается в том же месте, где оно заканчивается. Ребро начинается, поскольку это петля там же, где оно само заканчивается. Да, конечно. А теперь есть вот такой… Да, да, да. Оттепля. Теперь есть… Ой, слушай, у тебя уже картинка есть. Не надо её в 2-блярес рисовать, Коль. Смотри, попытки вот эти рисовать и показывай лучше по картинке. Вот это будет 0. Да. Есть петля 0. Теперь… Вот точка 0,1. Здесь заканчивается. Там, где начинается ребро 0,1. Поэтому есть такое ребро. Единица. Так? Дальше. Эта точка. Вот здесь есть 1,1. Вот оно. Здесь опять есть. Вот. Аналогично для 1,2. Нет, ну ладно. Я считаю, что это как раз понятно. Рисовать все крафты. Так. Я сейчас нарисую сначала крафт, а потом вот поставим его… Вершину его должно быть 8 штук. Нет, вот без комментариев просто рисуешь. Вообще, мы с вами сейчас докажем, что циклов Дебрёйна для 4-х 16. Так что их не так уж и мало. А проставить числа… Сейчас поставим. Так. Ребят, проверяем его. Пока что все правильно. Так. Один, ноль. Здесь вышел ноль. Значит, у нас много еще единиц. Значит, здесь 1,0,1. И здесь 0. Я нарисовала. Нет. А… Где? 1,0,1. Там, нужно быть. Там 0,1,1. Там 0,1. Между 1,0,1 и 0,1,1. Нужно быть. Нужно быть нюнишкой. Между 1,0,1 и 0,1,1. Там 0,1,1. Здесь 0,1. Там 0,1. 1,0. из всех должно выходить по две стрелки из какой из 100 у тебя вышло только один нолик вышел а единица вышла надо проверять что поняли отлично вот такой граф ребята вот в отличие от графа для трех где циклы было видеть довольно легко это ситуация согласитесь более трудная правда оказывается чтобы решить задачу количество циклов это 2 в степени число вершин графа G минус 1 умножить на количество циклов в графе G мы сейчас это теорию будем доказывать но давайте сначала поймем почему ее достаточно для решения нашей задачи на соответствующий вопрос по индукции вас уже проверили а индукционный переход проверяется следующим образом вот если нас интересует количество циклов в графе G плюс 1 то мы должны взять двойку в степени количества вершин графе G минус 1 умножить на количество циклов в графе G но в графе G количество вершин это 2 это минус 1 количество циклов по предположению индукции вот такое тоже 2 в степени n минус 1 обратите по разограмме здесь 2 в степени n минус 1 и здесь 2 в степени n минус 1 а это ровно то что нам лучше потому что это короткое единиц уменьшить на плюс 1 и вот здесь как раз на плюс 1 считается таким образом если мы докажем вот эту тюрьму то все будет сделано получится вот такая звучательная фокула для числа последовательности дебри чтобы ее сделать чтобы доказать эту теорему нужно вот что нужно посмотреть на вот эту тюрьму на самом деле здесь самое главное посмотрите, ребят когда у нас есть 2 ребра, которые входят в вершину и 2 ребра, которые выходят из вершины то есть какие способы прохождения этой вершины один способ состоит в том, что мы идем вот так а другой способ состоит в том, что мы идем вот так Замечательно. Поэтому можно перейти от любого графа G к новым двум графам. Вершина будет на одну меньше. В графе G1 мы идем вот так, а в графе G2 мы идем там. Но на самом деле у нас необязательно эти графы плоские, поэтому какой G2 это не так важно, но важно, что их два. Единственная проблема. Я смотрю сейчас на вот такую картинку. А представьте себе, что ни одной такой вершины график просто напоста нет. Дело в том, что никто не говорил, что граф G должен обладать какой-то структурой. Дело в том, что может быть, что в нем просто нет ни одной такой вершины. Замечательно. Давайте посмотрим. Верна ли наша теорема для графа? Что значит нет ни одной такой вершины? Это значит, что на самом деле в каждой вершине есть петля. Так вот, мы просто можем такую картинку нарисовать и, что называется, понять, верна наша теорема или не верна. Будет верно. Что такое граф G? Ну давайте я ограничусь. Раз, два, три, четыре, пять евро. Вот есть пять евро. И в каждом евро есть петля. Скажите, пожалуйста, сколько циклов в этом графе? Один. 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 Один часа. А вот теперь, как сказать, очень важное для нас упражнение. Один. 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 вершин будет 10. Видно, что они будут двух типов. А именно вершины, которые получены из петель, и вершины, которые получены из этих лёгок. Отлично. Давайте вершины, полученные из этих лёгок, мы нарисуем в виде такого пятиугольника. Замечательно. И, наверное, я сейчас даже всё-таки проставлю здесь для ясности. А, В, С, Д, Е. Тогда как называется вот эта вот рифма? Очень поздравно называется. Ну, называется АВ. Следующая ВС. Следующая СД. ДЕ. ДЕА. Замечательно. Такие пять вершин есть. И ещё какие есть? Абсолютно верно. Ещё есть вершины под названием АА, ВВ, СЦ, ДД и Е. Теперь АВВ, СЦ, ДД и Е. Отлично. Теперь вопрос. Что с чем соединено? Понимаете? АВВ, СЦ, ДД и Е. АВВ, СЦ, ДД и Е. Так. В принципе, простой. У нас из каждой вершины идёт во все места, которые начинаются так же, как она заканчивается. Единственное, сейчас мне это ужасно нарисовать. Да. И, кстати, там ведь совсем мало ребра. Совсем мало? Ну, да. Их было десять, а стало двадцать. Нет, двадцать я понимаю, конечно, да? Так. Да. Александревич, смотрите. Вам всего лишь надо обработать треугольник с петелькой? Ух, не надо приключить, а. Пятиугольник? Ой, треугольник с петелькой. Ну, дело отказывается. Ребят, молодёжи всегда готова посылать старших на самое В ДД входит все замечательно, это я все дорисовал, молодец. Теперь, значит, здесь я рисую стеночки. На самом деле здесь правда все не так смотрится. То есть если присмотреться, становится ясно, что здесь возник, кто возник? Смотрите, у вас внутри пятиугольник и снаружи еще один пятиугольник. Что? Десятиугольники важно. У вас есть внутри пятиугольник? Ты лучше скажешь, я все нарисовал. Еще нет. Вот так, да, через дверь. Да. И еще. Еще что-нибудь надо? Нет. И у вас получается ответ два в четвертый. Давайте мы ее сначала поймем. Что это такое вообще со смехом? Это, на самом деле, это действительно пятиугольник. Да? Где нарисованы эти самые треугольники. Правильно? И еще там как-то разбитые. Вот, ребят, если подумать, то становится сильно так страшно. Объясняю почему. Вот когда вы дошли до этого решения, то вы обязаны эти пятиугольники. Правильно? Поэтому, на самом деле, эти пельки, это просто архитектурное украшение. Они не влияют на количество целей. Хорошо. Передом хали, тогда у вас здесь вот такая штука, здесь такая. Когда вы будете обходить. Если сюда прошли, то даже ведь обязаны. Поэтому, по большому счету, у вас есть, так сказать, и такая стрелка, и такая стрелка. Пусть она состоит из трех стрелок, но какая разница? Меньше цикла тут не влияет. Значит, фактически, у вас есть такой пятиугольник, у которого каждая сторона, на самом деле, это два варианта. Ну, поскольку вы можете начать с любого места, то, собственно, выборов, вы должны сделать четыре. Каждый раз выбор из двух вариантов. Так. Поняли? Или это нужно еще несколько? Да. Александр Ильич, был вопрос, почему там именно два в четвертой? Как? Два в четвертой? Смотрите, у вас на самом деле... У нас цикл не важно, с какого места начинать. У нас же цикл имеется в виду... Вот, давай здесь посмотрим. Вы же говорили, что вот это один цикл. Хотя казалось бы, можно начинать с воскоместного. Но мы его считаем как один цикл. И там ровно по той же причине. Начальную стрелку вы выбираете, какую хотите. Ну, например, вот это пусть будет начальная стрелка. И после этого у вас четыре места. Соответственно, если вершин будет не пять, а в любое количество, то как раз это такая форма получится. Понятно? Понятно. Хорошо. Ребята, вот это вот такой простой случай. Когда в графе нет ни одной такой вершины. В каждой вершине есть петля. Сейчас я отдаю в ходе, который подтверждает, что он дальше сможет все понятно сказать. Спасибо.